Здравствуйте! Я Татьяна, и вы на моём канале, который так и называется Татьяна Кермяшкина. Ну что, посидим, поговорим, повяжем? Предупреждаю сразу, кто ждёт чего-то новенького, полезненького и так далее, сегодняшнее видео лучше пропустить. Мы тут так, в тесненькой компании, проведём время, от нечего делать. Что я хочу сказать насчёт вязания? Но прежде хочу сказать о погоде. У нас первый день зимы, да и второй, в принципе, тоже, подарил, да, кстати, всех с началом зимы. Пришла она, зимушка-зима. Так вот, первый день, я прям глаза открыла, чайник включил, подхожу, а там красота, но я вам в предыдущем видео показала. Так вот, второй день, эта красота держится. Как будто кто-то специально на веточке, даже не иний, а какие-то вот кристаллы снежные, или это есть иний, ну ини, 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 ию, рознь. В общем, такая красота необыкновенная. Смотришь и понимаешь, ну, сказка, действительно зимняя сказка. Наверное, каждый год, каждое время года свои сказки имеет, но зимние сказки, конечно, это нечто. Сейчас осенние обидятся на меня. Любые сказки – это нечто. Конечно, время, это особо благодатно для рукоделия, навевает, что ли. Не вовремя я сократила временно-временно количество часов на вязание, но потихоньку колупаю. И у меня сейчас один единственный процесс на спицах, и то носочный, некоторые рукодельницы не принимают всерьез, я принимаю для меня любой процесс, это процесс. Итак, моя готовая работа, вскользь в прошлом ролике показала, но один носочек еще не досох, это вот такие рябушки. Что со мной делают те, кто эти рябушки заказывает, я не знаю, но потихоньку, полегоньку, я так чувствую, полюблю. Вы знаете, я обожаю завязывать, скреплять пару бантиком. Ну, понятно, что когда ты точно связал, например, конкретному человеку уже ногу до миллиметра, знаешь, это действительно бантик завязал, да, как я очень часто делаю, и подарил. А если нужно сначала померить, мне прямо вот необходимы какие-то такие скрепочки металлические, как эту готовую носочку пробовать. И пока эту функцию выполняет металлический маркер, вот, но, тем не менее, конечно, если нужно примерить, да, человек, например, хочет купить, неудобно этот бантик каждый раз завязывать, развязывать. Ализе Супервош цвета антрацит, лидия малиновая розовенькая, даже какая-то не розовенькая, такого красивого цвета, и это шерстяная лидия, и полушерстяная лидия серого цвета. Вот, дали такую рябушку. Она действительно, даже я, даже я, не любительница рябушки, говорю, что она очень-очень симпатичная. Вот, и я свяжу еще несколько рябушек, все буду делать, получится в этот год, получится в следующей зиму. Вот мне когда говорят, к любому сроку, да, тогда я как-то, ну, вот, вяжу, что у меня получается, как только вот какая-то скорость, какой-то конкретный срок, все, мне сразу не до этого. И, честно говоря, я уже начала носочки. Если будут меня спрашивать, почему я смешиваю, для чего я смешиваю носочку с лидией, я уже не раз говорила, приходят новенькие, только для того, что моя любимая Лиза Супервош, я ее люблю всей душой, я об этом часто говорю, пока нет насочной пряжи, которая перебила бы мою любовь, вот именно к Лизе Супервош, она немножко тонковата, и нужно вязать мне при моей плотности спицами два. Двойкой я вяжу долго, мне хотя бы два с половиной, а лучше всего троечку. И вот тут уже количество лидий, да, одна ниточка, две ниточки, три ниточки и так далее, вот, помогают мне, Лизе Супервошку, подточить под спицей два с половиной, да и хотя бы, два, семьдесят пять или три. Так я оставила тот же самый цвет антрацит, пара связалась, еще осталась. Конечно, смотря какой мы паглинок вяжем, да, и здесь уже на сколько хватит. Ну, полтора носка, как правило, пара, достойная носка, пара и еще один носок. Если бы паглинок связать поменьше, то понятно, что можно сразу две. Вместо красненькой лидии я взяла зелененькую, теперь и серая лидия, и вот эта изумрудная лидия, они все полушерстяные. Получается тоже очень красивая рябушка. Я в прошлом видео показывала. Этот носок я еще не довязала, только начала. Но, вы знаете, такой фэмилии лук получается, например, вот такой цвет женские носки связать. Я хоть все мужские вяжу, вот такой цвет мужской связать, и какой-нибудь еще детский, не важно. Посмотрим. В общем, пока лиза супер-рожка есть, пока есть желание вязать носки, я им пользуюсь, но вяжу очень мало. Очень мало сейчас вяжу. Так вот, все. Вот он у меня, единственный процессик. Это кому сказать? Единственный процессик. Любименький, хорошенький. Я думаю о других процессах. Сейчас мы к ним подойдем. Они, не они, а мотки меня окружают, чтобы, так сказать, на стадии рассадыша прорасти в какие-то конкретные задумки. Из готовых работ практически все. Есть у меня еще одна готовая работа. Я сейчас даже прерву этот ролик, запись, и пойду дальше разложу сохнуть. Дело в том, что я-то думала, что к сегодняшнему дню все высохнет, и я с огромным удовольствием вам покажу. Нет, высох только пока один кармашек. Независимый такой, автономный. До поры до времени. Я его скоро пришпандолю. А сам джемпер, мой Млечный Путь, он готов, он связан. Просто в расправленном виде лежит, сохнет. Чуть-чуть осталось, капельку. Довольно эта работа от слова «очень». Мне хотелось что-то такое, вот все почему-то видели элегантное, еще что-то, а я хотела такое вот с каким-то даже деревенским налетом, просторное изделие, чтобы рукава были не тютелька в тютельку, а я прям была готова довязывать, перевязывать, но они вытянулись, слава богу. Вот, понимаете, закрывающие пол ладони. Если мне нужно, а я люблю короткие, я просто отогну. Здесь несколько рядов платочки, а потом перешло в лицевую гладь. В общем, расход этой пряжи меня поражает. Отдельный ролик есть на пряжу, я давно уже ее показываю, потому что этот джемпер, мы, можно сказать, с вами вместе связали. Так, сейчас я полностью... Я же сегодня, думаю, пораньше встану, быстренько приведу себя в порядок, пришью-таки карман, и все. И сегодня сделаю обзорный ролик на данный джемпер. Но где там? Он еще сыроват. Сыроват, а я не треплю, как сказала Таня. Я не треплю влажные вещи. Очень коротко я расскажу, сколько рядов еще чего-то. В предыдущем... Сейчас показывать не буду, потому что в предыдущем ролике показала. Когда я буду рассказывать о джемпере, обязательно расскажу. Вот для того, чтобы связать, нужно было 10 мотков синего цвета и один моток коричневого. Так вот, от одного мотка коричневого осталось чуть поменьше половины. И от одного мотка... Даже можно сказать половину, потому что второй же все-таки карман-то один... Большой я связала. И от 10 мотков синего цвета... Если понабрать все вот эти... Как сказать... Ну, я в бок уводила, чтобы новый ряд не начинать. Хотя вот именно в этой пряже, именно в этой пряже можно было спокойно узелочек сделать, и никто бы ничего не заметил. Но вот при всем... Как это слово-то подобрать? Расколбасе чуть нехорошее слово не сказала в вязании. Мне хотелось, чтобы эту вещь можно даже наизнанку носить. И ни одного узелка у меня нет наизнанке. И, в общем-то, синего цвета осталось. Если взять образец, который я связала, вот этот моточек, вот эти вот обрезульки, там чуть ли не... Я взвешу. Вот он высохнет, я взвешу. У меня такое впечатление, что ушло не просто 9, а почти около 9 мотков. У меня, наверное, ушло все-таки вот полных 8 синих, и не полный 9 коричневый. У меня еще осталось целых 9 коричневых. И вы знаете, если я раньше тоже хотела совместить с синим цветом, потому что у меня было 12, а не 10 изначально, я почему-то 10 оттогою, это вроде как упаковка. И, а теперь... Вот... Если связать бесшовным вязанием, как я люблю, не тратить время на... Но это тоже красиво. Как вот на это не тратить время? Как на это не тратить время? Тем не менее, я считаю, в 9 мотков коричневого цвета, однотонного, я уложусь. У меня есть одна идея. Посмотрим, посмотрим. В легкую можно ложиться, тем более у меня очень просторный, очень... Мне главное 10 сантиметров, 70-75 пройти, а у меня здесь, когда я натянула после этой самой стирки, у меня даже 80 с лишним. Это здорово. Свободный, вот прям чуть ли не на 60 размер получился. Если бы я вязала с такой свободной облеганием, который я обычно вяжу, 8 мотков, меня поразило, потому что когда я начинала вязать, думаю, 12... Я почему с синим начала вязать? У меня 12. Думаю, в 10 не уложусь, в коричневых. Я вложусь в 10. 12 синих. Ну, матка 4 на переднюю часть, матка 4 на спинку и так далее. Расход меня поразил. В общем-то, 8 точно ушло, а 9, если все собрать в граммульках, наверное, не цел. 10 вообще не тронут. Но у меня, видите, как я говорю, было два цвета. От одного коричневого точно осталось. Я еще думала, у тебя была упаковка коричневого. Ты все-таки взяла из-за этих вещей. Ну, что делать? Если я хочу, я упертая. А теперь из 9 свяжешься, или не свяжешься, из 9 мотков коричневого, плюс немножко остаток от этого, свяжешь в легкую вещь. Причем такую же, стремящуюся к 60 какому-то размеру. Так, я пошла, его разложу. Как только он высохнет, я пришью карман и очень коротко расскажу о Млечном Пути. Свободная, широченная. Длина, ну, я понимаю, на что шла платочка. Длина тоже больше, чем надо. Но, я говорю, если связать коротенькую ее, то 8 что ли мотков, получается, не уйдет под юбочки. Но это у меня, конечно, под штаны, потому что все мои пробзоны закрыты. Здорово. В общем, очень-очень мне вещь нравится. Она готова. Сегодня останавливаться не буду, потому что я ей посвящу. Я еще ничего не рассказывала. Отдельный ролик. Вещь моя-мая. Ну, и я сейчас, по большому счету, нахожусь в прекрасном периоде думок, да, создания такого образа, что ли, видения будущих изделий из неведомой для меня пряжи. Эту пряжу, как и твит на джемпер Млечный Путь мне подарила Лена Орлова. Есть отдельный ролик. Я вязала образец альпака, хлопок и полиамид в этих волшебных, я по-другому их не могу назвать, в этих волшебных мотках. Образец радует. Вообще так смотришь, смотришь на образцы, ведь когда-то их вязать не любила. А вот когда, значит, в руки мне попадает пряжа и зритель просит, Таня, ждем образцы, свяжите образец. Я по образцу, даже там полемика была, ну, как там по образцу, связанному кем-то, можно что-то там о пряже. Я, говорит, вот могу, я умею, отвечает одна девочка, мне просто прицелиться, посмотреть и так далее. И особенно, когда бобинная пряжа стала работать, начинать с бобинной пряжей, там, конечно, для того, чтобы посмотреть, как изменится образец. Я вдруг поняла, что это такое чудо, вот смотришь на него спустя время образец, да, и это еще больше манит или, как бы, говорит, стоп, отложи, свяжь что-то другое. Образец, конечно, манит. Это прелесть прелестная. У меня 10 мотков вот такого цвета, 5 мотков удивительно серого, губого и 3 моточка. Вот это даже, ну, в общем, цвета между собой прекрасно сочетаются. Поэтому я и не знаю, то ли абсолютно всю пряжу в одно такое богатейшее изделие, даже здесь, как заколорблочить, у меня две идеи. Или связать вещь покороче, но тоже очень любимую, и остальное, например, пустить на аксессуары, потому что аксессуары это будут тоже великолепные. Сегодня, мне кажется, правильным решением такое, завтра, мне кажется, правильным решением вот это. И на момент, когда я начну вязать, на каком остановлюсь, естественно, все будет очень просто. Ну, вот просто, проще некуда. Тем не менее, здесь все сделает пряжа. Вот увидеть себя, вот начинается сезон, да, мне хочется зимой начать вязать к весне, потому что зима, потому что зима у него, ну, как вот аксессуары, шарфики и шапульки, я вам показала, у меня есть, у меня достаточно. А вот к весне и к лету хочется начать сейчас вязать. Поэтому один процесс будет тепленький, я начну его или из этой пряжи, или из этой, зафиксировали, одна, другой лучше, или из пряжи, которая тоже уже ждет своей очереди очень давно. Это у меня бобинка из магазина итальянской пряжи в Перми. Милифили, Solid Hair, в общем, улыбнемся. Друзья, я лучше вам покажу этикетку. 100 грамм, 290 метров, 35% альпака, 9% шерсть, 44 PS, 12 ПА, я так понимаю, полиамид, поли чего-то. Ну, в общем, я знаю, что это нежный, ласковый, пушистый, зверек. И вот ролик отдельный я сняла, точно помню, своим мандариновым феям, 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 мы снимали. Вот. Сама бобинка это такой мохнатыш, да, такая пряжа, подобная пряжа, нравится не всем. Мне нравится, особенно вот сейчас, когда пришла зима, хочется во что-то укутаться, закутаться, спрятаться, и нравится она мне все больше и больше. Я хочу что-то с большущими рукавами. Я как-то раньше, ну зачем, пряжа уходит много, мешаются, еще что-то, но вот все у нас переключается, да, хотя бы одну вещичку, сейчас одну свяжу, потом так пойдет. Я хочу огромный, вот так вот даже сесть, вязать, да, и вот эти вот полотна рукавов, на балконе, например, в прохладу, на крыльичке, в деревне в прохладу, и эти полотна рукавов, они как бы дополнительные какие-то слои будут создавать, и очень-очень уютно, точно не замерзнешь, бокаты будут подогревать, хотя вроде как-то уже, я даже шарф хотела, я хотела то-се, но надо не просто вязать вещь, да, надо ее вытянуть, надо увидеть, чем носить, вот, как я хотела огромный, огромный, большущий шарф вот завернуться, ой, или сход у меня был, у меня, наверное, двадцати не было, ну, и еще бы я его не вязала, был как-то куцый и скудный, у меня был такой тогда пряж, вот, а сейчас я просто себя покажу, если увижу, я свяжу, так вот вы знаете, что парадоксально, раньше образецчик, когда связали, он был такой же вот лохматыш, что я свяжу, наверное, лохматыш, изумрудный лохматыш, так и назову, вот, приятный к телу, очень-очень, он был такой же растрепыш, лохматыш, как будто его откуда-то вытащили, и так далее, а спустя время, ну, почему он у меня в связке, я все готовлю материал, к своему будущему пледу, образцовый плед, плед из образцов, поэтому я уже соединяла по два, кстати, вот это я хочу, из пряжи, как же я только ее не сказила, вот ярнарт-то, я лучше фотографию ставлю, и этот бабушкин кардиган ждала, я бы связала, если бы не вот шикарный подарок, если бы что-то, я посмотрела, что образец спустя время, его как будто кто-то прижмал, прижмал, когда хочу сказать, прижал и прижмякал, получилось прижмал, его словно, ну, прижмяли-то его образцы, он же лежит, на нем образцы, да, под ним образцы, он какой-то, вы знаете, как причесали, что ли, его как побрили, я не знаю, как это сказать, но он не такой уж лохматыш, нравится мне это больше или меньше, я не знаю, но, сейчас я выражусь по-русски, образец явно стал благороднее, чем он был, вот сразу после того, он мне тогда нравился, тогда нравился тоже, и вот я сейчас захотела связать какую-то вещь, на толстых спицах, я же обычно, как вот свяжу новую вещь, да, вот эта пряжа, она напоминает мне еще одного пушистика, шикарного, серого, с крапинками, и я связала кардиган, я сейчас его не приготовила, но этот кардиган, не то, что парадный, выходной, но я такая вот прям, в белой футболочке, в белой обувище, куда-то в нем выпендриваюсь, а мне хочется какой-то такой, менее марки, что ли, но такой же ласковый, и такой же обнимающий, поэтому, вот между, в общем, я хочу начать одну летнюю вещь, одну зимнюю, сейчас мы к летнюю подаем, и вот тепленькую, скорее всего, тепленькую, скажем, между этими клубками, они тоже манят, но мне хочется обдумать побольше, и вот что-то, может быть, бездумное связать из этого изумрудного лохматыша, преобразился образец, образец преобразился, я как-то прикладывала рыжие пуговицы к нему, это было очень здорово, это очень красиво, деревянное, но единственное полотно, настолько по цвету подходит, изумительно, единственное, он такой легенький, такой вот он невесомый, и пуговицы должны быть тоже невесомыми, они такие довольно-таки тяжеловаты, может быть, поэтому, по этой причине никаких пуговиц я не буду, но цвет, конечно, великолепный, я про себя говорю, в общем-то, между этими двумя я сейчас нахожусь, и что победит в ближайших делах визуальных, мы узнаем, почему сейчас пока толстые спицы беру, потому что вижу очень мало, результат на тонких спицах, конечно, он будет заставлять себя ждать, что касается какого-то, даже летнего, или там изделий с тонкой пряжей, то я сейчас думаю, между теми пряжами, которые показывала на данных образцах, ну, вот те самые шикарные образцы, которые имеются, надо взять какую-то одну пряжу и начать какую-то такую хлопковую изделие потихонечку, да, спицы будут тонкие, там я застряну, но ничего страшного, очень тянет меня к шимир, но я пока мало того не придумала, джемпер это будет, или кардиган, так опять же, и кардиган, и джемпер у меня в разных вариациях, а мне нужно стартовать только тогда, когда я вижу четкий один образ, стартовать, приду я совсем к другому, это нормально, но стартовать я должна какому-то вот именно видению себя в конкретные вещи, а там как пойдет, а раз я то ли так, то ли так, я не стартую, теперь я отвечу на ваши вопросы, потому что по вязанию у меня я даже не уверена, что прямо сегодня-завтра я начну, нет, я повязываю свой носочек, буду думать, думки, думки буду думать, и это хорошо, мне это нравится, поэтому если мои ближайшие ролики будут не совсем вязальные, просто имейте это в виду, и может быть там пропускать, пропускать, я постараюсь в названиях это указывать, вязанием или не вязанием, ваши вопросы. Девочки, ну это прямо вот я недавно отвечала на вопрос, а пришло еще несколько вопросов именно вот по этой теме. Таня, скоро декабрь, но это вот уже декабрь наступило, когда писали, скоро декабрь, вы помните о коробочке с 12 пары, я помню, но я просто говорила, что все свои коробочки, которые, да, были одни планы в январе, я, наверное, эти коробочки навязала очень много, просто если я хотела складировать их раньше в коробочку, в ящик, в сундучок, в пакете, куда угодно, вот, я их уже, вы знаете, мне, наверное, получилось три или четыре раза по 12, ну, просто когда-то я 14 реализую, когда-то я могу резовать 8-9, мои коробочки, они уже перевыполнены, план, к декабрю я их собирать не буду, вот одну коробочку, я же вам говорила, я увезла летом в Москву, отдала друзьям сына на подарки, одну коробочку я подарила, традиционно я дарю одной семье, всегда там просто нужны совершенно разные, от детских до огромных мужских, это у меня уже традиция помогать этой семье, я дала там, тоже было больше, чем пар 12, вот, и недавно реализовала еще одну пару, кстати, вы меня спрашиваете, как я упаковываю, еще что-то, я люблю, если есть красивая коробочка, в коробочку, если есть красивая там, упаковочка, в упаковочку, вот, в корзиночку, всегда беспроигрышный, беспроигрышный вариант, да, причем можно в следу с бантом заворачивать, можно не заворачивать в следу с бантиком, просто красиво оформить дно корзинки напередным полотенчиком, и туда, как букет, как букет, вот носочки, тоже как вариант, можно спокойно, вот, там дальше под настроение, есть настроение, можно какое-то, этикеточку сказать именно можно не клеить можно клеить это все настолько индивидуально как оформить и подарки вам говорю мне самое главное это вот крафтовые пакетики самое главное самое любимое но это крафтовые пакетики у нас раньше был магазин еще сейчас опять скажете на алиэкспресс еще это я не делаю заказы по интернету кулинарный он сейчас временно закрылся на ремонт я не знаю там же он откроется или куда-то переедет на этом скоро откроемся и я так не поняла там же и там вот эти коробочки с открытым с прозрачным верхом бывают картонные под пироженки под всякие и так далее они конечно стоят немало но тем не менее ведь тоже по-разному можно паковать да смотри что мы дарим смотря что мы хотят желаем вложить в это упаковочные материалы разные могут быть но вот эти коробочки с прозрачной вверху мне они нравились больше всего просто единственное они там узковаты под какие-то вот такие красивые пироженки были и максимум потому что одну там пару варежек можно положить в высоченной коробке в это очень редко очень редко чтобы маленькая высокая например если что высокая она огромная большая мне вот прозрачные коробки что прям видно все это красивенькая крыточка видно если захочет крытку и сама пряжа и фактура здорово ну вот крафт пакеты очень четко как-то как оформить подарки сказал крафтовые пакетики мне нравится размер у них всякие есть татьяна что в блогерстве для вас самое неприятное и утомительное ответ про плохие комментарии я при а я предвижу ответ по плохие комментарии их мы опускаем ну плохие комментарии для меня давно уже не неприятное утомительное утомитель отвечать на них я не отвечаю если комментарии прям совсем такой но это редко-прередко бывает какой-то там с хамским подтекстом не приведи еще господи слова какие-то есть в бан и все то что ты забыл забыл благо обрастает бронёй со временем и когда процент мудрых зрителей да процент добрых зрителей он гораздо больше то какие-то вот эти вот высказывания буквально капелька в океане спокойно воспринимаешь то чем богат тема делится я говорила говорю настанет прекрасное время когда зритель поймет хочешь оставайся хочешь просто закроете угору вход на любой канал он выход из канала вернее с любого там где вход это так легко и просто кто-то это понимает кто-то не понимает прежде чем у тебя обязательно что-то сказать не плохие комментарии неприятное не утомительного неприятно вообще ничего нет эта работа работа причем любимая утомитель меня утомляет работа с компьютером мать и работа с компьютером вот больше наверное редкий раз себе позволишь какой-то ролик до который не монтировать от какой-то отдыхалочку что один раз в месяца три я больше не позволяю а вот это вот отснять смонтировать работу с компьютером но все остальное ну на все нужное время как в любой работе все каким-то настроением да иногда настроение побольше настроение поменьше вот меня утомляет это вот сидя и и вяжешь сидишь и за компьютером сидишь сейчас как-то встряхнулась стряхнулась стараюсь больше гулять надолго меня хватит и я прям говорю огромное спасибо компьютеру все замечательно утомляет спроси что утомительная вот это утомительная классно когда работаешь в блогерстве в паре до 1 снимают другой монтирует это вот у кого такие пары есть я знаю на кулинарных каналах очень часто допустим снимают женщина готовит готовит там я не знаю брат сестра кум дочь муж брат кум слад снимает и все и уже к монтажу никакого отношения не имеет но когда один человек все делает это но с другой стороны вы замечательно что есть возможность мне кажется ничего не утомляет утомился отдохни мы же сам себе вот так вот сижу и думаю так что ты можешь на родину на вопрос ответит а с другой стороны пошел чайку попил отдохнул прогулялся немножко я устаю от компьютера вот понимаю что но это тоже не утомительное понимаешь что раньше я воспринимала темную пряжу спокойно легко я вязала ее чуть ли не по цвету не было разницы глазки молодые сейчас как-то вот об этом но это на это есть не только меня это всех я не знаю ничего утомительного нет прекрасная работа утомились отдохнем так дальше значит вот этот вопрос я получаю абсолютно каждый год каждый год получаю каждый год стихи значит вопрос следующего плана татьяна важно ли вам встретить новый год без единого недовяза есть кому это принципиально есть кто на это не обращает внимание в какой категории относитесь я отношусь той категории которая не любит недовяза в принципе и неважно новый год на дворе или не новый год но так получилось что видите я подошла у меня сейчас все недовязов нет были времена когда я так типа без долгов дает вот войти в недовязы никого еще не должна вот я не знаю был когда я все довязывала и дня три еще сидела ждала думаю ну то сейчас думаю я нашла чем заниматься а тогда еще шила и вышивала и там нужно было до конца дойти читать да уж она не дочитания книга то что наверное не считается но тем не менее если есть желание вязать думаю почему три дня допустим себе в этом отказывала сейчас я на это не обращаю внимание поэтому легко и просто я если захочу я начну в декабре если я например на толстых спицах еще могу начать и закончить да хотя стремления такого нету на тонких спицах я иду в санечный процесс естественно я в декабре его не закончу мне важно чтобы у меня не было процессов которые я не трогаю вот так начать что-то вязать продвигать их не продвигать а уж перед новым годом это после нового года летом зимой меня тягощают во-первых меня меняется плотность вязания если я возьмусь которые люди молодцы возвращаются через год и вяжут вот получается у людей я прям молодцы у меня это не получается я и через год вернусь у меня другие носок один три дня не вяжу в один связал второй не вяжу начала вязать мне другая плотность пересчитываю ряды на благо у меня там рисуночки еще чего-то если резинку 3d почему один носочек каких-то там ну прям явно вот вам побольше явно поменьше другая плотность во вторых спицы да если лежит процесс и мы его не вяжем не продвигаем то надо ли снимать со спиц ну почему там я не знаю какие-то спицы вместо того чтобы приносить пользу до лежат то скажу они могут лежать всеми списками сразу вязать невозможно да но когда они лежат как-то вот в пакетике для меня это порядок порядок все когда они вяжут процессе но у меня вот особый финтик меня это тяготит для меня это захламление для меня это беспорядок поэтому я этого не допускаю а вот два-три процесса в работе которые продвигаешь каждый день по чуть-чуть или понедельник один вторым второй среда третий по кругу то есть пару раз в неделю к нему вернешься это же как угодно это вот у меня прямо то что на душу греет а недовязок для себя четко решают не идет процесс распускаю могу подождать я вернусь я подумаю об этом завтра это спокойно на горячую голову если уже решил что вязать не буду я спать не лягу пока не распущу все вязать точно не буду а если нужно подумать да прикинуть это я спокойненько переживу в общем не связаны с новым годом мне неважно войти я могу двадцать девятую начать процесс хлопковой связать горловинку распределить там я не знаю вещи на рекламу все 30 повязать 31 забыть об этом первого продолжить поэтому лишь бы не был довязок в принципе которых я не касаюсь без связка новому году на за жизнь то вы и с долгами ходил без долгов чё только не понимаешь что один год друг другого не счастливее в этом плане вот как вот от этого не зависит вообще недовязок не люблю можно я в конце вам этого ролика задам вопрос вам тебе мой добрый зритель вот в чем дело значит угазал угазал что ли у газал вышла новинка альпака эйр если нет угазал точно газом я даже так визуально представляю эти моточки и говорят что это аналог прям аналог дропс эйр вот если среди зрителей есть кто-то кто вязал это и другой пряжей именно вязал то что визуально да она напишите пожалуйста это действительно очень похожи пряжи я да и ваше отношение к этому понимаю что время должно быть до вязать там из подобной пряжи вязать будет очень приятно тем кто любит вот такие вот текстуры заваленных поваленных вещей кто-то ведь нас гладенькая любит тоненькая кто-то толстенькая но при этом чтобы вот и пряжа и крутка все было такое вот ярко выраженное тоже лащеная а вот такие фактуры да вот хоть такие фактуры они мне кажется даже похоже они кому-то нравится кому-то нет но кому нравится это уже не просто надолго навсегда кто-то любит разная фактура так вот если из вас я я читал даже отзывы о дропс эйр они такие разные кто-то копит 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 чтобы сделать себе подарок весь год может копить сделать себе там какой-то на день рождения на новый год на 8 марта подарочек несколько моточек дропс эйр чтобы там что-то связать и потом опять начинает копить то что и вязание нравится пряжа нравится и вещи нравится кто-то это как бы я связала меня потянулась у меня вытянулась у меня вид потерял у меня вообще какая-то обрезала кошка и не оправдал своих денег еще что-то вот спор я читаю но на любую пряжу разные споры кто-то сидит вяжет крючком да какой-то кофточка всяким ажурный как это можно носить бред не якобы но это хорошо что мы все разные да просто мне кажется нужна категоричность и и не нужно обламывать ручки тем кто вяжет из того что нам не нравится если вдруг среди вас есть человек который или сами зал или видел вещи да как из дропс эйр так и из вот газал альпака эйр чем-то надумал я лучше вот знаете сейчас скрин сделаю эльвира недавно показал эту пряжу я сама эльвир говорю эльвира костенко это прекрасная женщина которого владеет магазин пряжи дель напоминаю что там есть промо-код крупным буквам кельмяшки на три процента для зарегистрированных пользователей но даже если в ватсапе напишите мою фамилию вам пересчитают и три процента берут эльвира уж идет навстречу даже тем кто-то может заказ оформлять не умеет просто на ватсап написал там уже фотографии сбросил нянчить с каждым покупателем но в случае разные какой-то женщина на расклад ну помогает как мне хочется сказать спасибо спасибо всем молодым людям которые бабушкам помогают кто-то продвинут кто-то нет ой прямо сказал слезы вот ну в общем то достаточно сказать что от кельмяшкиной и вам три процента пересчитают я смотрю сколько вы возьмете это мне кажется существенно так вот я говорю эльвира ты слышала о новинке я вот в ролике увидела и мне очень понравилось вот она недавно привезла какие красивые цвета как я люблю вот это бежевый этот коричнева то есть вот это вот кэмал цвет потемнее посветлее пшеница вот это все натуральненько мне так нравится я обожаю и вот интересно я думаю это пряжа если вы вдруг что-то узнаете об этой пряже свое ли мнение там я увязала подруга сказал классно у меня вязал подруга ей не понравилось это слово совсем вот пожалуйста я не вязала но я трогала потому что моя соседка вяжет шар еще что-то напишите пожалуйста мнение вот а газал альпака эйр если это действительно аналог drops air и только по цене которая пониже вот у меня достаточно пряжи я себе эту пряжу брать не буду но у меня вот есть две девчонки которые на drops air все решались решались теперь вот оказал над конечно сами попробуйте грудовать на шапку рискнем и и это самое там дальше пойдете но они мне говорят татьяна спросил у своих что не могу сказать об газал альпака эйр это новенькая пряжа что ну вдруг кто-то такой прытки уже вязал хотя бы шапочку например да сезон может варочка какой-то наборчик комплекте если есть я буду рада мнению об этой пряже если нет то рада что вот сказала вам о том что сейчас появился как утверждают аналог именно аналог пряжи drops air и это здорово и это здорово если они похожи но можно взять подешевле классно да как бы мне относились к этой пряже кому нравится кому не нравится для тех кому нравится это просто праздник я считаю просто праздник лишь бы она еще действительно выдержала хорошие отзывы в процессе эксплуатации это замечательно ну что ж это было все о чем я хотела с вами поговорить сегодня огромное вам спасибо за внимание я пошла монтировать видео довязывать носки и додумывать свои думки о новых процессах которые обязательно будут как и наши встречи с вами до новых встреч мой добрый зритель они обязательно будут и и Продолжение следует...